Сегодня в гостях у осужденной из Тольятти старший инспектор группы пробаций Екатерина Комарова. Уроженка Самарской области уже второй год отбывает наказание в виде домашнего ареста на транспортной в Ульяновске. Она лишена права выходить за пределы квартиры. Все равно трудно здесь находиться одной практически постоянно. Практически без связи, без ничего. То есть, нелегко это. Все равно как-то психологически давит. Контролирует тех, кто находится под домашним арестом круглосуточно с помощью специальных систем, мобильных и стационарных устройств, а также браслетов, которые показывают, где находится осужденный. Если он нарушает ограничения, то сначала сотрудники инспекции выносят предупреждение, а при повторных нарушениях направляют материал в суд. Пренебрежение режимом может закончиться лишением свободы в исправительных учреждениях. Также обвиняемые или подозреваемые в смерти пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенного действия, также к ним применяется контрольное устройство. И уже посредством электронного мониторинга мы смотрим, нарушает либо не нарушает свои ограничения. Помимо этого, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН контролируют приговоренных к обязательным работам тех, кому назначили условный срок, и проводят профилактические мероприятия с осужденными. Очень большая работа, конечно же, проводится с психологами. Здесь у нас постоянные тренинги. Здесь у нас и как индивидуальные тренинги с ними, так и проходят всевозможные всеобучи. У нас проходит родительское собрание, на которое мы приглашаем несовершеннолетних законными представителями, с родителями, с центра занятости населения приходят. Как отмечают сотрудники, самое сложное в работе – найти правильный подход к каждому осужденному, чтобы правонарушения не повторялись, а лишение свободы не стало реальным. Конечно, это получается не всегда, но в основном с задачей уголовно-исполнительной инспекции УФСИН справляются. Многие преступники после первого наказания встают на верный путь.